Изменения в целом вызваны, во-первых, необходимостью приведения требований к состоянию здоровья граждан в соответствии с требованием закона нормативно-правовых актов, во-вторых, это вызвано улучшением возможности медицины современной, в-третьих, это вызвано улучшением качества военной службы, это именно улучшение формы одежды, питания и бытовых условий жизни военнослужащих. Я остановился на трех заболеваниях, которые сегодня, наверное, заняли первое место по количеству задаваемых вопросов от ваших коллег. Это невусы родинки, это сколиоз, изменение угла сколиоза и отсрочки по лазерной коррекции зрения. Например, невусы, их отсутствие необходимости признавать военнослужащих негодным по поводу невусов, препятствующим ношению формы одежды, оно продиктовано и временем, и улучшением военной формы одежды. Она стала лучше, она стала мягче и комфортнее. Соответственно, частота травмирования стала на порядок ниже. Это во-первых. Во-вторых, оценить действительно фактически травмирует ли военная форма одежды молодого человека или нет, можно только эту военную форму на него надев. Соответственно, он будет призываться, если, ну мы уверены, что это будет ярчайший случай, если военная форма одежды будет травмировать невусы, он будет призван негодным и увольняться из рядов вооруженных сил. Второе — это отсрочка по лазерной коррекции зрения. Лазерная коррекция зрения 10 лет назад, когда принималось предыдущее постановление, и лазерная коррекция зрения сегодня — это совершенно разные вещи. Это разные технологии, это разные лазеры, это разная степень инвазивности и, как следствие, разная степень необходимости реабилитационного периода и отсутствие физических нагрузок. Исходя из этого, именно из того, какая была конкретная операция проведена, мы будем подходить к предоставлению отсрочек временной негодности. И третий — это изменение угла сколиоза с 11 до 17 градусов. Это тот вопрос, который беспокоил очень многих, поэтому на нем остановлюсь отдельно. Значит, это норма, которая существует в том числе в вооруженных силах Российской Федерации, также это норма, с которой граждане могут допускаться к тяжелому физическому труду. Поэтому мы считаем, мы уверены в том, что это не является препятствием для службы вооруженных сил, но не по всем воинским учетным специальностям. Ну, призывник, который признается негодным по состоянию здоровья, зачисляется в запас, и через три года у него проходит плановое переосвидетельствование. Если через три года будет проходить плановое переосвидетельствование, то к определению требований к состоянию здоровья будет применяться именно это постановление 1.1. Внеплановое пока не планируется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...